Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёст Ван, и мы вновь играем в Покетанц. Итак, ребятки, я сейчас за кадром, я так довольно-таки подкачался, у меня тут много всего нового, что вам показать, в общем, сейчас буду показывать. Итак, смотрите, во-первых, муравьёв у меня уже, видимо-невидимо. Я, если честно, я к сегодняшнему выпуску, я думал по стройку, я себе армию из 100 или 200 боевых муравьёв, но, к сожалению, узнал, что больше, чем 50 муравьёв армию я построить не могу. Но, тем не менее, мы сегодня хорошо, так, я думаю, по ПВПшим. Также я построил себе комнату новую, которой у меня не было до этого. Это комната, в которой собирается нектар с Тли. И я думал, что это за ерунда, где я этот нектар возьму с Тли? И сейчас я вам покажу, где. Потому что, судя по всему, эта Тля, она похожа, как и вот эти здоровые боссы, появляется периодически. У вас, смотрите, ребят, сколько у меня сейчас рабочих муравьёв. Просто это армия. Вы видите, сколько их? Но, правда, они добывают ресурсы там же, где сейчас это, вражеские муравьи. Надо сейчас будет разобраться. Как видите, красные муравьи появились. Я так понял, здесь раз в день. Раз в день рисуются красные муравьи. Раз в день появляются здоровые жуки, которых можно захватить или поработить, или победить просто. И раз в день, похоже, появляется у вас Тля. Так, сейчас давайте, так, пойдёмте драться. Сейчас здесь, эй, мы это, красные муравьи. Ну-ка идите нафиг. Хватит тут устраивать. И мне, наверное, знаете, что ещё нужно? Так, сейчас, я погодите. Нам, наверное, нужно сейчас одного рабочего. Мне наверняка вражеские муравьи кого-нибудь там убили. Может быть, из рабочих нужно будет сейчас восстановить. Хотя, 90 и 110. А, у меня здание улучшилось. Мне в любом случае надо восстановить. И надо сейчас с красными ребятами разобраться. Хочу ещё вам сегодня показать, как здесь выглядит сборт Ли. Это прямо очень прикольно. О, вон, кстати, жук. Давайте сейчас мимоходом жука убьём. Ресурсы с черпа. Найдите новый. Сейчас найдём, не волнуйтесь. Друзья, сейчас мы только вот с этим жуком справимся. Мы, кстати, уже такого одного захватили. Наверное, в та... Что, блин? За что? Почему он... Я думал, ну, как бы стою, держу дистанцию, всё нормально. Он прямо на меня сиганул. Да, фигово. И... Но вы заметили, там рядышком, на карте, там как раз тля была. Сейчас мы там сбегаем, разберёмся. Так, ребята, рабочие, военные, пойдёмте со мной. Конечно, хорошо бы тут и красных муравьёв сейчас всех уничтожить. Ну ладно, всему своё время. Можно так мимоходом. И здесь сейчас мимоходом постоим. Потоки им это, знаешь, грабить караваны. Знаете, часто это игры, когда рекламируют, там пишут, в этой игре можно грабить караваны. В этой игре тоже можно грабить караваны. Смотрите, мы прямо тут это, перекрываем торговый путь. Великий шёлковый. Так, у нас... Эй, тише, на меня не рыпайтесь. У нас единственное, что плохо, мы двух солдат сейчас потеряли. Мы, наверное, просто сейчас их распустим и созовём новых, чтобы ко мне десятка пришла. Именно, чтобы у меня было 10 муравьёв. Я пока что отбегу. Так, что, жука добить или... Давайте я вам покажу, как тля выглядит. Жука мы в прошлой серии били, но я его в любом случае сегодня убью. Так, блин, я рано полез, потому что у нас пока что ещё не все военные подошли. Сейчас все военные подоспеют. Это прям прикольно. Я вам сейчас покажу, как выглядит миссия. То есть, ты находишь тлю на карте, но её уже пасут вот такие оранжевые муравьи. С ними надо, во-первых, справиться, чтобы отобрать тлю себе. А потом ещё надо будет этот тлю довести до дома, а на вас по пути будут постоянно нападать. Смотрите, ферма завоёвана. Теперь мы этот тлю понесли, типа, домой. А на нас по пути будут поползновения устраиваться. Как раз вот этими оранжевыми муравьями. Они периодически появляются рядышком, но нужно их отсекать, чтобы они не мешались. Так, вон один я вижу, уйдёт. Ребята, давайте, спасайте, выручайте. Так, один с тылу. И с правой, а, снизу это красные. Так, слева. Мы сейчас несём 10 штук. По идее, могут, даже если мы сейчас где-то зазеваемся, нам могут... Вот, блин, я профукал сейчас. Да, блин, убейте, убейте. Одну тлю потерял. Это очень, ну, как бы плохо с моей стороны. Я мог не терять её. Надеюсь, что больше мы никого не потеряем. Где там с тыла идёт? Ну, давайте, закусайте его слева. Всё, мы уже к базе подходим. Здесь уже нас свои защитят. В принципе, они всё. Они сейчас её несут, эту тлю, складывают её в хранилище. Зачем нужна эта тля? Эта тля используется для получения всяких разных бонусов. Бонусы одного типа не суммируются. То есть, я не понимаю, можно каждый купить только один раз, что ли, или что? Ну, смотрите, что мы можем взять. Мы можем увеличить скорость солдат. Мы можем увеличить скорость рабочих. Согласитесь, это... А, это увеличивает силу солдат. Ну, также есть здесь увеличение скорости рабочих. То есть, быстрее собирать. Почему бы нет? Хотя, мне кажется, сейчас уже быстрый сбор. Меня не так сильно интересует. Здесь есть улучшение получать больше нектара за каждую тлю, принесённую в камеру. Вот это, мне кажется, наверное, скорее всего, нужно именно с этого начинать. Пускай оно и дорогое улучшение. Но в итоге мы просто быстрее накопим максималку нектара. Тем более, что количество, ну, как бы... Только один раз в день, по-моему, этот тля появляется. Поэтому лучше, наверное, начать с вот этого. А потом уже всё остальное качать. Ну, как бы такие прикольные штуки. Какой-то скилл, который ты можешь использовать в ПВП-сражениях. Увеличивает вероятность успешного слияния существ. Ну, короче, такие всякие полезные тут навыки. Бафы для ваших муравьёв. Можно прокачать. В том числе, как бы, как видите, и... Вот это, мне кажется, важно. Плюс 10% силы муравьёв-солдат в бою. Вот это, по-моему, офигенно. Я бы вот это прокачал. Но сначала, наверное, всё-таки апну возможность быстрее зарабатывать деньги. Можно вот этот цветочек. Вроде, ну, как бы, зато дёшево. Но скилл, который ты можешь применять. Парализует вражеских существ в зоне действия. Муравьи не пострадают. Может быть, использованы один раз за бой. То есть, какой-нибудь подходишь, да, условно, к вражескому логову. У него там целая куча муравьёв. Ты врубаешь скиллы, они все парализованы. Ты их начинаешь кусать. Оно действует всего 5 секунд. Но за 5 секунд ты большую часть, там, как бы, это приличное количество перегрызёшь. Наверное, это так работает. Так что, наверное, для ПВП этот скилл, наверное, может быть, даже стоит в первую очередь открыть. Потому что он относительно недорогой. Да, всего лишь пятнашка. Ну, охота, конечно, вот начать с этого. Ну, ладно, давайте чисто ради интереса мы всё-таки видео снимаем. Мы этот скилл возьмём. Просто чтобы сегодня в видео показать, наверное, как он, этот скилл, работает. Посмотреть, чтобы было интересно. Так. У нас там рабочих. Я сейчас смотрю. Давайте вот так вот сделаю сейчас. Знаете, чисто забавы ради. Я хочу вам показать интересное зрелище. Называется. Я не знаю, как называется. Орда называется. Саранча. Это полчища сгрызает всё. Можете называть это как хотите. Смотрите, у нас сейчас все муравьи возвращаются на базу. Никто ничего не делает. Я выбираю вот это источником листьев. Так. А вот это выбираю так. А оно и так выбрано источником орехов. Теперь смотрите. У нас никакие рабочие сейчас ничего не добывают. Но сейчас мы им говорим. Так, ребятки. Давайте-ка все сюда. Ну, там, я не знаю. Допустим, штук 15 на орехи. Листья, я не знаю. Мы можем сейчас улучшить ещё максимум или нет. Но, предположим, пока что даже, наверное, грибочки больше будем собирать. Допустим, грибочки. Ну, вот так, да. Просто ради интереса посмотрите, сколько сейчас... Сколько здесь сейчас окажется муравьёв. И мы ещё бояных сюда созовём, чтобы это красных остановить. Смотрите, это просто жесть. Амнямнямнямнямнямнямня. Смотрите, сколько их сюда набивается. Вот что значит увеличение количества муравьёв. Согласитесь, раньше у нас было гораздо меньше. И там ещё на орехе маленько ребят прибежало. Офигеть. В общем, ресурсы сейчас добываются быстро. И я вчера был в такой ситуации, когда у меня все здания, вот абсолютно все здания, которые можно прокачать, они находятся на улучшении. И склады забиты. И я просто, ну как бы, я не успеваю тратить ресурсы. Не могу их зарабатывать. То есть нужно просто тупо приходилось ждать, пока какие-то здания построятся. Ладно, я предлагаю сейчас пойти разобраться с красным муравьём. Разобраться с жуком. И, наверное, после этого посмотрим ПВП сражения. Уже всё-таки у меня армия теперь 50, ребят, солдат. Я, правда, не знаю, в ПВП сражения с другими игроками я могу сразу 50 взять в бой? Или я могу только вот так же 10 отряд из 10 брать? Если отряд из 10, то победить вражеских 50, ну, фиг знает. Может быть, благодаря этому скиллу можно там быстро перегрызть какую-то часть. Ну, чё-то я фиг знает, ребята. Тем более, если у них там ещё жуки в обороне будут. Так, давайте распустим. Созовём новых сейчас солдат. И нам нужно натренировать новых. Я могу сейчас, по-моему, уже 6 солдат за раз тренировать. А, даже вот уже больше. Улучшил здание. Так, чё там красные? Попрятались в свои норы? Давайте, ребята, спускаемся. Эй-эй-эй, на меня не кидайтесь. На меня не кидайтесь. Ребята, 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 ребята. Спасите меня. Так, чё-то у нас плохо дела, пошли. Нам нужно это, новую армию созывать сюда. Новую десятку. Ну, слушайте, тяжело сейчас стало с красными. Как-то до этого проще было, да? Сейчас ждём пока ко мне. Даже сверху подожду, чтобы всей толпой спуститься. Всё, все 10 здесь. У врага осталось, по идее, 28. И они разобщены, скажем так. Хотя, не, смотрите, большинство оно прямо это. Встало защищать королеву. Но, всё равно, часть здесь, часть там. Хорошо, что они хотя бы не вообще все одной толпой в одном месте. И непонятно, какого они уровня. Я сейчас вот солдат прокачал до третьего уровня. Но, мне кажется, и красные солдаты, они, ну, как бы, красные муравьи, они как будто тоже стали мощнее. Сейчас с ними сложнее справляться. Так, давай, созываем новую десятку. Жалко, что нельзя, да-да, там сразу 50 военных созвать. Но, как бы, в этом фишка. Так и так решили разработчики, что так интереснее. Поэтому, видите, с учётом того, что мы ограничены в количестве муравьёв, которых мы можем взять в сражение за раз, именно большой смысл приобретает прокачка... Но я его уже до максимума прокачал комнату королевы, которая увеличивает силу ваших солдат. Она у меня и так уже максимальная. То есть, выше нынешнего уровня я не могу прокачать боевых муравьёв. Максимум, что я могу, ещё, как бы... Ой-ой-ой, спасите, спасите, помогите. Да, глупо. Ну, видите, как бы, по идее, военные муравьи идут за мной, да, и мне надо как-то зайти за врага, чтобы они, идя, ну, за мной следом, как бы, получается... Как раз, чтобы они подошли, ну, как бы, шли за мной и по пути за мной встретились, ударили врага. Поэтому я всегда стараюсь за спину им зайти, но в этот раз я это сделал глупо, потому что уперся в стенку, и у меня там не было особо поля для манёвра. Так, ну ладно, у нас осталось 10 наших муравьёв против 12 вражеских. Но здесь именно, видите, здесь я не вижу рабочих. Может быть, там, здесь именно вражеские муравьи военные, поэтому сейчас тут будет сложно. Давайте, ребята. Они там ещё новых сейчас пытаются вылупить. Ну, вроде, смотрите, вроде справились. То есть, 10 наших перебили всех. Тут, наверное, не все были военные, не знаю. Всё, забираем королеву красных муравьёв. Это даёт нам феромон. Три феромона, и мы можем призывать жука. И мы сейчас ещё с нашими муравьями даже мы давайте распустим, созовём новых, чтобы именно была десятка. Знаете, не хватает кнопки не то, что распустить, а как бы дозаказать, чтобы именно просто ко мне пришёл один с базы. Так, чё тут рабочие ругаются? Новых натренировали, 8 свободных. Ну, идите, собирайте листья. Вообще, ради интереса, сколько нам сейчас нужно листьев? 2000 листьев нужно собрать, чтобы улучшить, увеличить количество муравьёв. Ну, ладно. Зато оно уже увеличивается. Раньше по 15 увеличивалось, а сейчас, получается, ещё на 20 увеличим за раз. Так, всё, ребята. Идите, атакуйте, я всё. Да ё-моё, что такое? Вон опять этот свой прыжок. Это, блин, читерство какое-то. Мне, наверное, надо и держать дистанцию, и бегать по кругу как-то, не стоять на месте, я фиг знает. Или если я вижу, что... Ну, сейчас разберёмся. Если я вижу, наверное, что он как бы готовит прыжок, мне надо просто отбегать. У него вряд ли он может этот скилл постоянно использовать. Ладно, сейчас разберёмся, ребят. Давайте все сюда. Рабочие у нас там новые, натренировались. Идите, жрите листья. Да даже, в принципе, я бы сейчас всех отправил на листья, чтобы быстренько собрать 2000 и поставить на улучшение, чтобы было ещё больше рабочих. Так, вот смотрите, у него восклицательный знак, это значит, что он хочет прыгнуть. Вы прыг... Вот всё, смотрите, у него опять восклицательный знак. Бейте его. Да, блин, вот вы тоже бейте, идите, идите, бейте его. Все... Смотрите, вот те бьют, а эти вообще, эти за мной ходят им хоть бы хны. Вы не хотите его бить? Странная фигня. Здесь как будто... Всё, жук повержен. Я даже не знаю, стоит ли его захватывать. У меня вроде точно такой же есть. Ну, лапки мне сейчас вроде сильно не нужны. Давайте тоже попробуем как бы захватить. Раз, два, три. Так, ладно, вы возвращайтесь домой. Жук там захватываться будет какое-то время. Я думаю, пришло просто, настало время отправиться в ПВП. Единственное, что... Я не знаю, можно ли там всех, все войска с собой взять или как. Или он только 10 войск может взять с собой. Но я сейчас на всякий случай натренирую именно максимум 50 солдат перед тем, как мы отправимся в бой. Пока они тренируются, можем тут посмотреть. У нас тут какие-то квесты выполнены. Сейчас можем завершить. Собери три феромона. 30 листиков. Ну, спасибо, конечно. Это немного, но... Дареному коню в зубы не смотрят. Так, все, ребята, смотрите. Создал я максимальное количество солдат. И у нас жук захватился. Причем, смотрите, у нас два скакуна первого уровня. Здесь есть кнопка слить. Я так понимаю, выберить юнита. Мы, наверное, можем их слить друг с другом. И они станут второго уровня. Да? Да. Ну, шанс 75%. То есть, а если не получится, я обоих теряю? Или у меня просто останется жук первого уровня? Ну, давайте попробуем слить за 15 лапок. Они сливаются. У меня есть. Отлично. У нас теперь есть жук скакун второго уровня. Неплохо. Здесь вообще, смотрите, есть коллекция жуков. То есть, их тут разных типов 12. То есть, ну, там, как бы, можно их ловить, скрещивать, скрещивать, получать крутую еще армию жуков. И я не знаю, кстати, они только в защите? Или их в атаке тоже можно использовать? Мы сейчас это проверим. Также у нас тут, судя по всему, нам за первое удачное слияние хотят награду дать. Я, правда, не вижу где. Блин, с наградами здесь, конечно, фигово сделали. А, 15 лапок. Ну, как раз те 15 лапок, которые мы потратили на это слияние. Ладно, отлично. Я тут, кстати, мне пришлось всех рабочих перевести на создание грибов. Потому что у меня не хватало грибов, чтобы восстановить войско. Теперь, наверное, ребята, идите все-таки листья добывайте. Так, ну и пойдемте посмотрим, как у нас тут выглядит ПВП-сражение. Я думаю, сегодня мы можем напасть именно на игрока. Мы, наверное, более готовы, чем вчера. Так, тут меня отвлекли с телефончиком. Смотрите, вот скилл, да, есть. А, за мной действительно полтинник идет в атаку. Отлично. Сегодня мы более готовы к бою. И я, похоже, могу еще со скакуна призвать. Так, а сколько у врага? У врага всего 45. Я еще могу, наверное, так... Эй! Ну, блин, я не знал, как этот скилл работает. Я думал, что надо зайти поближе к врагам. И он, типа, парализует тех, кто рядом. Может быть, с моим главным. Не знаю. Короче, тут я сфейлился, что умер. Да? Но здесь у нас сверху всех перебили. У врага осталось 18. Ну-ка, могу я скакуна призвать? О, смотрите, он появился с нами. Я надеюсь, что... Да е-мое, ребят, спасите меня. Ох ты, нифига себе. Знаете, мы тут-то победили, но там у него внутри... У него там кузнечики второго уровня. У него там пауки второго уровня. Ну, не знаю. Давайте попробуем, типа, этот парализующий скилл. И это... Идите, атакуйте, пока я всех парализовал. Не, на меня не прыгайте. С ними деритесь. Ну, слушайте, все нормально. Мы затащили. И, в принципе... А мы потеряли-то только... Сколько? Армия 46. Мы потеряли 4 муравья. Все. Победа... Что, 3 феромона, что ли, даете за победу? Не один. Юнитов потеряно 4. У него все 45. 100%. Вот, ребята. Это, знаете, это не то, что вам было там вчера, условно говоря. Мы в этот раз более готовы. Так, армию, я думаю, дотренировываем. Да, вот эти 4 потерянных солдата. И сейчас еще раз пойдем в бой. Ну, чего мне, конечно, не хватает. Это за 75 еще апнуть силу военных у Тли. И вот тогда можно вообще бед не знать. Так, сколько у нас должно быть? Вот, 162. Это, да. Игрок плюс королева. Все, пойдемте в битву. Похоже, за игроков дают... За доктора нам, по-моему, один феромон дали, да? А за игроков такое ощущение, как будто 3, я не знаю. Бои за феромоны сбрасываются каждый день. Пойдемте. Еще один игрок. 82. На этот раз посерьезнее, да? У того всего 40 лет был. Скокуна, наверное, стоит сразу призвать, да? Он же не на время призывается. Вот здесь сразу у вас кузнечик. Но здесь мало муравьев вражеских. Поэтому я думаю... Так, а вы вообще атаковать будете кузнечику? Если мы увидим, что внизу у него там у королевы целая толпа толпится, тогда, я думаю, мы будем использовать этот скилл парализующий. Пока что, мне кажется, не обязательно. Да, у него, видите, вот я думаю, парализация нам нужна будет, когда мы королеву уже гасить будем. Но мне кажется приятно, что у него войска распределены, что они не в одном месте. Их как бы легче, наверное, подавить. Так, погоди. Давай парализуем. Вот, пошло. Пока они парализованы, давайте бейте их всех. Что-то я не понимаю, что тут творится. Давай атакуем. Слушайте, а у нас солдат почти... Ну, мы прилично тут войско потеряли. То есть мы справились с этим врагом. Но это уже было не то, что в прошлом бою. У нас здесь от полтинника осталось только 9 солдат. И я думаю, за победу мы, наверное, только один, да? Или мы вообще феромон не получаем. Это типа просто как 3 звезды. Юнитов потеряно 41. Ну, рейтинг восполняем. Вчера мы сливали рейтинг, да? Потому что мы не могли в этих PvP-сражениях реально себя проявить. Сегодня мы этот рейтинг восполняем. Могу еще один раз сегодня сходить против игрока. Я так понимаю, только 3 раза за день можно PvP-шить. Может быть, можно и больше. Но награду, допустим, будут давать только за первые 3. Не знаю. Давайте ради интереса другой вопрос. Посмотрим, сколько я уже этих феромонов накопил. Где это, кстати, можно глянуть? А, ну да, вот, ребят, в армии. Я могу... У меня 9 феромонов сейчас в итоге. Да, похоже, мне по 3 давали за победу. Потому что у меня там было, по-моему, что-то совсем мало. А сейчас я, видать, шестерик получил за 2 победы. То есть я могу привлечь сейчас 3 жуков. Жуков захватить, скрестить. Может быть, будут более крутые жуки. И, в принципе, ну как бы... Но перед этим мне нужно восстановить свое войско, которое мы сейчас потеряли. И у меня еще один такой вопрос. Мы вот сейчас жука не теряли. Но, если честно, я опасаюсь. Если я, допустим, в PvP сражении, если я своего жука, скакуна, если его убьют, он все, его убьют раз и навсегда? Или он такой, ну как бы вечный будет? Вечно скрещивай сколько хочешь. Как бы вот такой вот у меня вопрос. Как бы если ты его потерял, и он умер навсегда? Ну, не хотелось бы. Ну, не знаю. Ладно, я думаю, мы сейчас попризываем всяких жуков, поскрещиваем. Только надо сперва восстановить армию. И, наверное, я вот это скрещивание оставлю уже и призыв жуков на следующий выпуск. А у меня на этом все. С вами был 11.1. Спасибо за просмотр. И до новых встреч, друзья.